Светлана Геннадьевна, майор Исаев, задерживаться вы не против, если мы начнем без него? Да, не против. Итак, я правильно понимаю, ваша личная доля в бизнесе Воробьева составляет два процента? Да, моя доля составляет два процента. А сколько это в реальных деньгах? Я не знаю. Долю оформлял Сергей и я никогда не интересовалась этим. Странно. А что странного? Что не интересовались. В любом случае, каждый акционер мечтает о контрольном пакете акций. Вы согласны? Ну, с чем? С тем, что каждый акционер мечтает о контрольном пакете акций. Я не понимаю, а почему вы сейчас завели разговор на эту тему? А что тут непонятного? У вас два процента, у Воробьева сорок девять, прибавить к вашим двум его сорок девять и все? Вы что, намекаете на то, что я могла ради каких-то процентов убить своего собственного мужа? А возможно и финансового директора Скребина? Вы в своем уме? Так, Бабловский, ты что творишь? Здравствуйте, Светлана Геннадьевна. Здравствуйте. Мы тут версию отрабатывали. Морчи! Ты что, не видишь, как он обложений? Ради Бога, Светлана Геннадьевна, извините. Сотрудник молодой, неопытный. Кстати, а какой у вас месяц? Восьмой. Я пойду, извините. Я могу вас отвезти домой. Не нужно, я встречаю. Светлана Геннадьевна, еще раз извините. А это что за персонаж нашей пьеси? Паша, ты что это за идиотская инициатива? Ты не видишь, что она беременна? Товарищ майор, я же не УЗИ. Ты мент! Должен насквозь все видеть, как рентген. Так, восьмой месяц. Как же я раньше-то не заметил. А может не восьмой? Значит, ребенка нас ждет от Воробьева. Стало быть, версия жадной жены отпадает. Обловский, прямолинейный ты мой. Садись, сейчас будем тебя искривлять в нужную сторону. Как ты? Нормально. Я же вижу, что ненормально. Валь, поехали. Что они сказали? Они подозревают меня в смерти Сергея. Подозреваемый свет�ый светлый 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 свет. Они с Eagleui потребления на Субтитры создавал DimaTorzok В одном следователь прав. Именно моя доля акции стала всему виной. Надо бы съездить к юристу, понять, что теперь с ней делать. Ты что-то сказал? Я говорю, приехали. А ты? Ничего дела. Я скоро. Вот не очень понимаю, с каких пор у нас беременность стала алиби. Паша, я тебе вчера ролик скинул для просмотра. С почты ее подруги. Не доглядел. А надо было поглядеть. Вчера. Тогда бы и вопросов не возникло. Здесь просто нет пометки. Срочно. Итак, в этот прекрасный праздничный день мы от всей нашей дружной семьи, от меня, от Сережи и от этого прекрасного парня Джека хотим сегодня поздравить с днем рождения выдающегося музыканта современности, лауреата международных конкурсов и, я надеюсь, в будущем обладателя всяческих престижных музыкальных премий, ну и просто очаровательную и прекрасную девушку Тамару с днем рождения. Том, мы тебя любим, поздравляем и желаем всего самого лучшего. А от всей нашей семьи, Воробьевых, Шердиных и, не знаю, фамилии этого товарища, Сережка, к сожалению, уехал, но он душу и с нами. Мы хотим преподнести тебе скромный музыкальный подарок. Слушай. Джек готов? Ну, пока вот ничего не понятно. Нужно до конца посмотреть. Посмотреть надо до часы. Запись сделана приблизительно за час до предполагаемого убийства Воробьева. Дата убийства, день рождения, все совпадает. За час от квартиры Шердиной до места убийства Воробьева не доберешься. Да и песенки веселой подружки петь не станешь. Тем более, Шердиных человек творческий, эмоциональный. Отсюда вывод. Из всех искусств для нас важнейшим является кино. Запоминай, это первое. И второе. Веди с людьми себя аккуратнее. Давайте резюмируем, Валентин Владимирович. Итак, ваша знакомая жила в гражданском браке с вашим другом, который трагически погиб. Да. Завещания нет. И вы хотите выяснить, может ли ваша подопечная претендовать на долю в бизнесе своего гражданского мужа. Да, верно. Так. Согласно действующему законодательству, гражданская жена или муж отнесены к четвертой очереди наследников. А что это значит? Это значит, что перед вашей подопечной вполне законно могут стоять родители, братья, сестры и даже дяди с тетями погибшего. Таких родственников нет. Насколько я знаю. Ну, это значительно облегчает задачу. Правда, есть несколько но. Просто проживание мужчины и женщины одной семьей не являются основанием для возникновения у них права на наследование. Нужно доказать, что они жили в одной квартире, что вели общее хозяйство. Нужно подтверждение языка. Прост. Ага. Ждет от него ребенка. А. Так. Ну, это другое дело. Можно, товарищ майор? Нужно, товарищ лейтенант. Садись. Паш, ты вообще где ходишь? Я тут. А я тут. Все, можешь не отвечать. Давай лучше сразу к делу. Я готов. Вот знаешь, что все вот это значит? Я думаю, я сейчас узнаю все. Правильно. Это значит, что наше мудрое начальство объединило дело Воробьева и дело Скрябина в одно общее дело. Сечешь, что отсюда вытекает? Честно, пока не очень. А вытекает отсюда следующее. Пока мы это общее дело не раскроем, внимание нашего начальства и начальство нашего начальства будет приковано к нам вот такими вот наручниками. Правда, здорово? Нет, наверное. Вот и я о том же. Ладно, я тут вызвал Мазарова на разговор. Скоро будет. Поэтому жду от тебя дельных предложений прямо сейчас. Есть такие? Есть. Я предлагаю за Мазаровым установить слежку наружную. Даша, мне просил дельный, а не деятельный. Разница тонкая, но она есть. Юрий Владимирович, давайте рассуждать логически. Мазаров последний руководитель фирмы. Значит, он следующий на очереди. Значит, мы можем использовать его как живца. Логично? Логично. Есть у меня одно но. Какое? У нас нет людей для нарушки. И потом, у него сейчас такая охрана. Заметь, слежку могут по-нашим начать палить. Нам это нужно? Мы же можем предупредить его, что он живец, и охрану предупредим. Паш, ты больной? Можешь не отвечать. Ладно, бог с ним, с Мазаровым. А что ты думаешь об этом персонаже, который встречал-то у нас в участке Шевардина? Не знаю, может быть, друг, может быть, водитель. Надо ее спросить. Обязательно спросим. Но мое учитье подсказывает, что надо этого персонажа прокачать. Ну, что, Вера, посидишь сегодня с нами? Ой, ну, Владимир, ну, вы знаете, я, возможно, сегодня не свободна. Ой, ну, кого ты обманываешь, не свободна? Вера, мне сегодня 50 лет. Какой-никакой жизненный опыт есть. Ты знаешь, о чем я больше всего жалею? Что, 30 из этих 50? Я была не свободна. Гуляй, Вера, гуляй, пока молодая, пока красивая. Я мужиков сегодня позвала, чтобы с нами посидели. Гришу из отдела электроники. Холостой, небалованной. Анна Владимировна, у меня все-таки жених имеется. Ну, что сама себя уговариваешь-то? Ничего я не уговариваю. Ну, вы же сто раз видели Валентина. Ну, тут и оно, что видела. Только уж лучше такой, как Гриша, но в руках, чем такой, как Валентин, непонятно где. Домой ты по вечерам одна ходишь. А чтоб с подругой за столом посидеть, так боишься? Ничего, испугается, прибежит. Значит так, Верочка, у меня сегодня юбилей. Не останешься, обижусь. Ей-богу, обижусь. Я подумала. Вер, ну, ты просто под руку. Ну, ты знаешь, сколько я сейчас капель накапала? Теперь заново считать надо. Извините, Маргарита Степановна, а Валя сегодня вам звонил? Да. И что, он не сказал, когда вернется? Нет. Верка, ты что позвонила, чтобы помолчать? Извините, я ему сама перезвоню. Угу. Свет одиноких душ Озаряет ночь и уходит прочь. Нет, так не может быть, ты ушла навсегда. Ты далеко теперь. Дорога без тебя пусто и голодна. Острым лезвием боль ранит сердце меня. Дорога без тебя пусто и голодна. Нет, не надо. Почему? У вас боли плохой, а вас как будто нет. Девушка, можно скоро? Извини, пожалуйста, а ты сейчас сказала, что значит нет? Да и значит, вроде вы, а вроде не вы. Подожди, а ты ясновидящая? И чё? Ну, а что ты еще чувствуешь? Чувствую, что жрать хочу. Послушай, ну я серьезно, мне это важно. Ну, скажи еще что-нибудь. У тебя миссия. Если выберешь не тот путь, будет плохо всем, и потом тебя не станет. Совсем не станет? Окончательно не станет, дружочек. Все, ты меня утомил. У тебя одиннадцать дней. У тебя одиннадцать дней. Извините, я на минуточку. О, Владимир Константинович. Когда эта наша Верочка стала звездой танцпола, а? А вы редко к нам заглядываете на праздники, Владимир Константинович. Ну, откуда ж я знал, что у вас так весело бывает. Кстати, а где она работает? В планово-техническом. А, я там, кстати, задумал рокировочку кадровую. Как думаешь, Верочка отдел потянет? А вы сами у нее и спросите. А я сорендовать кабинет могу, ну, собеседование провести. Да, пожалуйста. Хорошо. Пригласи ее, пусть придет. М-м-м, еду на запах. Привет, ты как раз вовремя. О, с фрикадельками? Да. Джексон, одна твоя, клянусь. Только нужно будет подождать, пока ты нет. Па-па-па-па-па-па-па. Слушайся. Приятного аппетита. Спасибо. Вкусно? Очень горячо. Значит, по поводу твоей доли в компании Сергея. Тебе нужно потихонечку привыкать, что у тебя там не два процента, а пятьдесят один. Контрольный пакет. Как это? Смотри, у Сергея нет никаких родственников. Ну, насколько я знаю. Правильно? Да. Ты являешься прямой наследницей. Ну, мы с Сергеем жили в гражданском браке, так что… Вот, что сказал адвокат. Гражданский брак – тоже брак. Наверное, были какие-то сложности, но когда он узнал, что ты ждешь ребенка, все, все упростилось. Во-первых, ребенок является прямым наследником всего имущества Сергея. А во-вторых, он же является доказательством вашего гражданского брака. Да, поэтому это неопровержимое доказательство суде. То есть шансы есть. Сто процентов. Только мне кажется, что судом все это не кончится. А мы прорвемся. Держи. Джексон. Типа хорошая. Павел Константинович, вы меня звали? А, заходи, заходи. Заходи. Весело сегодня. Да, проходи. Давай выпьем. Давайте. Чин, чин? Чин, чин. Ой, Анна Владимировна такая красивая сегодня, да? Весело. Вера, я что хотел сказать. Как ты смотришь на начальника отдела? Ну, начальника отдела хорошо смотрю. Только смотря какого. Да какая разница. Да, что вы, Владимир Красноярск, да вы что, да вы что, да вы что себе позволяете? Да вы что, Владимир Константинович, что вы делаете? Да тоже не узнаю. Владимир Константинович, вы мне делаете больно. Да, папа! Да вы что? Что вы себе позволяете? Ты не ломайся, как девочка. Мы же взрослые люди. Хотите? Вы же жадатый человек. Вам не спит. Да с такой как-то измены не считается. И, дай бог, сейчас лето останется. Я ж тебе приятное хотел сделать. Подходите! Я позову на помощь! Зови. Зови, Каракатица. Ты не боишься на себя в зеркало, смотри. Никто же не поверит, что я к тебе приставал. Ну! Ах ты, сучка. Убери ее отсюда. Верочка! Верочка! Что с тобой, Верочка? Он ко мне приставал! Ой, господи, я думала, что страшное случилось. Девочка моя, сколько же тебе лет? А ты так жизни не научилась. Ну, тихо-тихо-тихо. Все-все-все-все. Все-все-все. Ой, все-все-все-все. Ничего себе! Что? Тебя нельзя на минуту одного оставить. Ну, а что такое? Ну, а что это такое? Что? Между прочим, это прямые обязанности женщин. Тем более в присутствии мужчин. Ну, не знаю. Насколько мне известно, на Серегу это правило не распространялось. Да? Да. А, между прочим, Сергей, давай-давай, иди-иди. Очень долго заслуживал это право мыть посуду, да. Извини. Пожалуйста. Спасибо. Всего одиннадцать дней я расстанусь со Светой малышом. Я так и не подержу его на руках. Больше никогда не поцелуй Светлячка. Никогда. А вдруг мы и там не сможем встретиться? Светлячок, прости меня. Нет. Нет, не уходи. Только не уходи. Пожалуйста. Ай, дурак. Ну, дурак, а. Зачем? Ай, дурак. Да, Вера. Алло. Алло, Валя, ты где? Валя. Валя, мне очень плохо. Пожалуйста, Валя, приезжай. Ну, вот видишь. Хоть какое-то разнообразие. Валя, Валя, ну, неужели ты не чувствуешь? Неужели ты не чувствуешь, как мне плохо? Ты же мой родной. Один родной человек. Пожалуйста, Валя. Мне даже опознать не некому. Слушай, Вера, дай трубку маме, а. Которая рядом с тобой. Валя, я у себя дома. И здесь нет. Здесь нет ни мамы. Ни папы. И здесь никого нет. И тебя здесь тоже нет. Валя, если ты сейчас не приедешь, ты потеряешь меня до себя, слышишь, Валя. Валя, я тебя прошу, пожалуйста, приезжай. А, Вера, мне сейчас не очень удобно разговаривать. Давай оставим этот разговор на потом. И маме передай привет, пожалуйста. Зали. Зали, карагатица. Ты не боишься на себя в зеркало? Смотри. Никто же не поверит. что я к тебе приставал. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что Сергей накосячил? Ну и как теперь будешь завоевывать доверие Светланы? Ой, Веру не унимает, смотри-ка, расстаться решила. Я выбрала свой путь, прощай. Сколько пафоса. Валь. Выбрала свой путь. По поводу того, что здесь произошло сейчас. А вот черт. Света, извини, мне надо отъехать. Что-то случилось? – Добрый день. – Добрый день. Здравствуйте. Как тебе объяснить? То, что он сделал, это плохо. Это плохо. Даже не по отношению ко мне. По отношению к Сергею. По отношению к Сергею. Это плохо. Понимаешь? Это предательство. Ты меня понимаешь? Здравствуйте. Здрасьте. Светлана Геннадьевна, ещё раз ради Бога, простите меня за то, что произошло в участке. Мне ужасно стыдно за поведение моего напарника. Вы пришли для того, чтобы принести свои извинения? Ну, это в первую очередь. А вообще, учитывая, так сказать, положение, я решил не утруждать вас визитами к нам. Буду сам наведываться. Если вы не возражаете, конечно. Надеюсь, я не нарушил ваших планов. Проходите. Спасибо. Надеюсь, что вы вовремя проводили. Ещё две-три минуты и отравление было бы необратимо. Буду крепко. Повезло. Куда я повезу? Четвёртую я не отложил. С вами можно? Можете, но в реанимацию у вас не пустят. Светлана Геннадьевна, когда вы в последний раз общались с Юрием Мазуровым? Давно. Не помню. Не помните? Он же после гибели вашего мужа довольно долго опекал вас и даже охранял. Да. Он ведь друг Сергея. И посчитал это своим долгом. А почему вы потом отказались от его опеки и охраны? Ну, я не знаю. Я пришла в себя и мне показалось это лишним. Тем не менее, у вас появился новый охранник. Вы имеете в виду мою собаку? Нет. Я имею в виду мужчину, который встречал вас около нашего участка. Можно узнать, кем он вам приходится? Это друг Сергея. Близкий. В каком смысле? Ну, ближе, чем Юрий Мазуров. Вы меня извините, но мы с Сергеем не были знакомы с самого детства. Мы познакомились несколько лет назад. Поэтому степень близости его друзей я знать не обязана. Понятно. А фамилия и отчество у этого друга есть? Ну, разумеется, его зовут Валентин Харьков. А отчество? А отчество я не знаю. И домашнего адреса тоже, конечно, не знаете. К сожалению. Ну, что, спасибо. Извините, что немного утомила вас. Всего доброго. Всего доброго. Светлана Геннадьевна. До свидания. Ну, добрый день. Юрий Викторович, вот тут. Что это? Извещение об обыске. В каком еще иске? Ах, вот так вот, Светлана Геннадьевна. Ну, хорошо. Значит так, срочно юристы ко мне. Хотя нет, отставить. Наш умник не по этим делам. Ну, только должников нагибать тут потоньше надо. Может быть, адвоката? Ты знаешь хорошего адвоката? Знаю. Фурцев. Очень популярен в Москве. Фурцев, Фурцев. Что-то слышал, да. Ладно, давай Фурцева. Скажи ему, что он мне нужен. Хотя нет, как только дозвонишься, сразу соедини со мной. Хорошо, Юрий Викторович. Можешь кофе? Наташа, иди работай. Поняла. Ну, вот, значит они жили, 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 не то жили. Собаку нажили и, собственно говоря, в общих чертах как-то так. Ну, да. Я, собственно говоря, ознакомился с иском Шевардиной еще в суде. Даже так? Быстро? Ну, работа такая и калентура соответствующая. Должен сказать, что у госпожи Шевардиной есть, у нее есть один очень весомый аргумент. Гражданский брак с Воробьевым. Подождите, а приставка гражданский придает весомость браку? Я не хотел бы выдаваться подробностей, но можете мне поверить на слово. Если Шевардиной удастся доказать, что она жила с Воробьевым в гражданском браке, вы просто перестанете владеть всем этим. Стало быть, нужно доказать обратное? Да. И это не очень чистая работа. Нам, кстати, очень повезло, что у Воробьева не осталось здравствующих наследников. Его одиночество нам как бы на руку. То есть все упрощается? Относительно, мой друг, относительно. И тут от вас могут потребоваться показания, которые давать будет не слишком приятно. Например? А например, что никакое совместное хозяйство Воробьева и Шевардину никогда не связывало. Что Воробьеву от Шевардиной требовался только секс. И вы, как ближайший друг, могли это знать. И более того, знали это. Вы готовы? Ну почему бы нет? Корова с головы не упадет. Отлично! В этом случае мы подаем встречный иск. Как это? А вот так-то. В связи с передачей дело в суд. Мы не будем ждать полгода и заявим ваши права как здравствующего бизнес-партнера на долю Воробьева уже сейчас. Как вам такая перспектива? Симпатично. От! Мне нравится с вами работать. Здравствуйте. Привет, Паша. Чай, кофе, потанцуем. Ну кофе выпью. Как знал. Пей. Че такой невеселый? Нормально все. А я, представь себе, в гостях побывал. Много нового узнал. Вот теперь решаю, что с этим новым делать. Рассказывайте. А че так обречен? Веселей. У нас работа интересная, просто жуть. Ладно-то, все-все-все, я сдаюсь. Так-то лучше. В общем, был я у Шевердиной в гостях. Заодно и опекуна ее повидал. Правда, издалека. Но понял, что он там либо частый гость, либо, скажем так, постоянец. Знали, кто он? Друг покойного Воробьева. По версии Шевердиной. Вас эта версия не устраивает, как я понимаю. Правильно понимаешь. Как-то она неуверенно выглядела. Такие женщины, как она, знают всех друзей мужа от и до. Это не тот случай, когда мужик с корешами в гаражах шифруется. Может, друг детства. Вот именно так Шевердиной и говорит. Но главное, что у меня теперь есть его имя и фамилия. Харьков Валентин. Отчество? А вот он такой друг семьи, понимаешь, что отчество его она не помнит. Или не знает. Ему лет сорок пять максимум. Запомнил? Запомнил. Повтори. Харьков, Николай, сорок… Паша, если я еще раз увижу, что ты не записываешь важную информацию, а надеешься на свою дырявую память, я тебе карьеру сломаю. Хорошо, прощение. Так, ха-ха. Харьков… Хорьков… Николай… Валентин… Валентин… Найди его и пробей по всем параметрам. Все, до встречи. Юрий Викторович, я выяснил, что Воробьев и Шевардина действительно не были расписаны. А информации от меня вам мало? Понимаете, у Шевардиной тоже есть адвокат. У нас нет гарантии, что брак не был заключен фиктивно уже после смерти Воробьева. А это вообще возможно? Слушайте, ну мы тут с вами пытаемся опровергнуть очевидный факт их гражданского брака. Ну и? Ну, в общем, мне нужны учредительные документы фирмы, чтоб в случае чего в суде быть уже во всеоружии. Это не проблема, я дам распоряжение. Юрий Викторович, я тут краем уха слышал, что вы с Воробьевым дружили с детства. Ну да, вас что-то смущает? Да нет, у меня есть хобби, пытаюсь разобраться в загадочности русской души. Ну и как успехи? Краев не видать. Алло, Гриш, ты чего трубу не берешь? Что с почтальоном? Ну ищите, ладно. Без вас сегодня обойдусь. Давай. Черт. Какая встреча. Валенок вернулся. Ерли Викторович, здравствуйте. Толкачев на проводе. Я тут нашего общего знакомого встретил. Валенок вернулся. Что? Форель не по твою душу. Ну, ты даёшь. Обжора, а? Ну, обжора. Ой. Ещё хочешь? Джек, собака, конечно, друг человека, но не до такой же степени. Ага. Где он? Там. В торговом центре? Да. Один? Один. Как долго? Минут двадцать. Какая у него машина? А, вон, синий универсал. Ясно. Да, держи. Спасибо за активность. Давай, езжай. Дальше я один. Удачи. Ну, здравствуй, господин почтарин. Ну, здравствуй, господин почтарин. Либо у меня броной, либо… Либо я еду с компанией. Мазуров. Вот так встреча. Ну, держись, Юра. Теперь я тебе точно отомщу. Да, я тоже хочу есть. Да, но нужно дождаться. Будем ужинать все вместе. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Извини, светлячок. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, все, башалер. Приехал! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ах! Изолини! Разряд! Ну что, стоим или едем? Продолжаем. Сейчас поедем. Скорее всего, в морг. Все равно торопиться не надо. Если б из машины не выпрыгнул, уже был бы мертв. Изолини! Изолини! Разряд! Этого не может быть. Продолжаем. Разряд! В сторону! Разряд! ТОП Все. Снимаем. Выключаем. Валерьевич? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok